В необычной ситуации пришлось разбираться с сотрудником полиции минувшей ночью. По заявлению жителей пятиэтажного дома на Амурском бульваре, в их дворе стоит микроавтобус, в котором уже несколько часов подряд, сидя в маленькой клетке, то скулит, то рычит бурый медвежонок. Когда полицейские прибыли на место вызова, выяснилось, что в Ниссане Ларго, который практически до отказа забит цирковой атрибутикой, находится не только медведь. Невыносимые условия с косолапым гостем делили еще две взрослые лисицы и два королевских пуделя. Судя по государственным регистрационным номерам машины, автомобиль прибыл в краевую столицу из Читинской области. По словам жильцов дома, эта машина здесь появилась двое суток назад. Несколько молодых людей сняли квартиру на втором этаже. Правда, на стуки полицейских в дверь никто не отзывался. Хозяева животных появились на месте только спустя четыре часа. Такое внимание к их автомобилю и питомцам мужчин очень удивило. Условия содержания животных, по их мнению, вполне нормальны. То есть клетка, в которой медвежонок не то что встать, а даже сесть не может, и из которой в тело животного упираются железные прутья, не является жестоким обращением. По словам мужчин, они являются сотрудниками частного цирка и в данный момент находятся на гастролях. Из Читинской области они прибыли в Хабаровск. На следующий день собирались отбывать на Камчатку. Сотрудникам полиции циркачи предъявили ветеринарные паспорта животных с отметками о прививках. Кроме того, заявили, что в квартире, которую они снимают, находятся еще крокодил, ягуана, лемур и насуха. Молодых людей задержали и доставили в ближайшее отделение. Туда же вызвали и представителя краевого Россельхознадзора. Выяснилось, что сопроводительных документов, которые предоставили задержанные, недостаточно. Переезжая из региона в регион, животных должны были осматривать ветеринары, чего в данном случае не делалось. Кроме того, питомцев перевозили с грубейшими нарушениями. Да и разрешения на предпринимательскую деятельность молодые люди предоставить не смогли. Спустя несколько часов одного из задержанных доставили обратно к машине, чтобы он покормил и выгулил подопечных. Утром будет решаться вопрос о изъятии животных и размещении их в зоосадах Хабаровска. Сначала, конечно же, в карантинную зону. А в три часа ночи нескольким экипажам ДПС на протяжении 15 минут пришлось преследовать водителя Тойоты Карины Иде, который не остановился по требованию на улице Краснореченской в районе кондитерской фабрики «Спутник». Нарушитель, прибавив скорости, помчался в сторону южного микрорайона. Никуда не сворачивая, он доехал до 11-го километра Владивостокской трассы. А дальше, поняв, что на прямом участке дороги оторваться от преследователей не получается, свернул в частный сектор. Но и эта затея с треском провалилась. Затеряться в лабиринтах узких улочек не получилось. В одном из проулков седан уперся в кучу песка. 27-летний водитель находился в машине вместе со своим приятелем. Как выяснилось, серьезных причин для бегства у водителя было как минимум две. Не так давно он уже был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. В этот раз молодой человек себе не изменил. Он снова управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.